Наследие предков под таким названием состоялся республиканский фестиваль, приуроченный к пятилетию открытия музея Батыр-Бабалар, расположенного в Карасайском районе. Еще одним поводом проведения мероприятия стало 220-летие Кинесары Хана. В духовном мероприятии, организованном областным управлением культуры, приняли участие известные ученые-историки, представители интеллигенции, а также молодежь края. Звучание патриотических песен в исполнении местных артистов ознаменовало открытие духовного мероприятия, на котором была представлена выставка национального прикладного искусства. Здесь же мастера народного творчества раскрыли публике секреты изготовления своих работ, а сотрудники этноцентра «Намад» поделились приемами владения оружием казахских батыров, представив зрителям реконструкцию боя. В продолжении фестиваля гости посетили мемориальный музей, где смогли увидеть экспонаты, собранные за пять лет его существования. 220-летию последнего казахского хана Кинесары Касымулы была посвящена научная конференция, на которой выступили известные казахстанские ученые. Словно заглянувшие в глубины тайн жизни великого человека, который 10 лет был лидером национально-освободительного движения казахов от власти царской России и принял мученическую смерть в результате предательства. Сегодня ученые настаивают на всестороннем и объективном исследовании жизни выдающегося государственного, политического и военного деятеля, чтобы восстановить историческую справедливость и сохранить память о нем для будущих потомков. При жизни Кинесары Хан был выдающимся дипломатом и с успехом ввел переговоры как с царской Россией, так и с Китаем, а также со странами Центральной Азии. Однако до сегодняшнего дня мы до сих пор не воздали мой достойных почестей. Так в Монголии Чингисхану посвятили прекрасный монумент. В Казахстане есть всего лишь небольшой памятник Кинесары. Я считаю, что он сделал немало хорошего для нашего народа, а поэтому достоин, чтобы о нем писали книги, рисовали его портреты, а также всесторонне изучали его жизнь и деятельность. Для того, чтобы воспитать нашу молодежь, нужен дух, нужен пример. Таким примером являются наши великие батыры, такие как Кинесары Хан. По мнению организаторов, главная цель мероприятия – сохранить и передать подрастающему поколению исторические факты о великом и бесстрашном казахском хане Кинесары. Это мероприятие проводится при поддержке Акима области. Целью фестиваля является сохранение национальных ценностей, широкая пропаганда деятельности исторических личностей среди подрастающего поколения, сохранение бесценного наследия казахского народа. Субтитры создавал DimaTorzok